Будьте благословены! И прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы вдохновить каждого, кто последовал за Господом, посвятил Ему свою жизнь и родился свыше. Я хочу вам сказать ободрение, слова ободрения. Продолжайте идти за Иисусом. Может быть, кто-то из вашего окружения оставляет Иисуса. Может быть, есть авторитетные люди, на кого вы раньше равнялись, на кого вы смотрели, кто вдохновлял вас, и они сейчас остыли, они потухли, они живут во грехе, у них теплая жизнь. И вы не знаете, что делать. Я вам скажу, продолжайте идти за Иисусом. Только вы ответственны за огонь внутри вас. Все вокруг нас может меняться. Люди нестабильны, люди бывают непостоянные. Но вы будьте таким человеком, вы будете постоянным, вы будьте стабильным, продолжайте идти за Иисуса. Конечно, есть авторитетные люди, которые влияют на нас. Но пусть сам Господь повлияет на нас, пусть Он станет авторитетом, пусть Он заменит все авторитеты в нашей жизни. И когда мы будем смотреть на Него, о, мы никогда не разочаруемся. Даже когда нам плохо станет, когда мы будем, может быть, атакованы с сомнениями. Вы что думаете, дьявол ни с кем не работает? Он посылает такие сомнения бывают. Он пытается найти слабое место Ахиллесову пяту и бьет туда. Но когда вы смотрите на Иисуса, то вы имеете уверенность, вы получаете от Него подпитку, вы получаете от Него силу, и вы продолжаете идти. Почему? Потому что Он для вас реальность. Он для вас живой Бог. И вы верите, что небеса реальны. Вы имеете общение с небесами. Вы имеете общение с небесами? Послушайте, когда мы молимся, молитва «Отче наш», мы уже подключаемся к небесам. Что мы говорим? «Отче наш», живущий на небесах. Понимаете? Мы имеем общение с реальным присутствием Бога, с реальным Богом, который не находится на земле, а находится на небесах. И мы Его волю с небес приносим на землю. Именно об этом мы молимся в молитве. «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Может быть, вокруг вас все неправильно. Так именно для этого вас Бог и оставил на земле, чтобы вы изменили это. Чтобы вы не говорили, посмотрите, как неправильно. Посмотрите преступники. Посмотрите то, посмотрите туда. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Таковы для чего здесь? Господь вас не забрал в день вашего спасения. Он оставил вас, чтобы вы изменили эту землю. Он ушел, но Он сказал, «Я буду с вами». Почему ты себя чувствуешь одиноким, если Господь тебе сказал, «Я с тобой, я во все дни с тобой, в хорошие дни, в плохие дни?» Я всегда рядом. Поэтому, если ты идешь за Иисусом, продолжайте за Ним, даже если твое близкое окружение вдруг передумало. Апостол Павел сказал, «Все оставили меня». Все оставили. Знаете, как тяжело, когда ты вкладываешься, служишь на износ, тратишь свои силы, здоровье, энергию, свою жизнь ты расходуешь на это. Ты бы мог свои дела делать, ты бы мог деньги зарабатывать, ты бы мог путешествовать, ты бы мог жить для себя, но ты вкладываешь в Царство Божие, и потом ты видишь, еще все твои помощники оставили тебя. Но, почему Павел остался дальше? Почему он остался в рядах Божьих? Потому что он шел за Иисусом. Потому что он сказал, «Моя жизнь – Христос, и цель, и смерть – приобретение». Что для тебя является смертью? О, смерть – это потеря всего. Я не хочу, я буду бороться, я согласен на химиотерапию, я согласен на то, на то, лишь бы прожить, лишь бы протянуть. Слушай, я тебе сегодня говорю, согласись на Иисуса Христа. Согласись жить с Ним. Это лучшая страховка. Вера в Бога – это лучшая страховка. Ты застрахован на 100%. Итак, тема проповеди будет называться «Уверенность в спасении». Уверенность в спасении. Вера – это уверенность. И верующий человек – это уверенный человек. В Библии написано, евреям 11.1, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Ты рассказываешь людям свои переживания, они не могут понять, для них это невидимо, для них это непонятно. Но для тебя Бог такой родной. Ты столько чудес видел в своей жизни. А для них это все невидимо. Но видишь ли ты Царство Божие вот так перед глазами? Видишь ли ты небеса? Видишь ли? Возможно, нет. Но ты веришь, ты духовными глазами ощущаешь это. Ты как бы видя невидимое, как написано о Моисее, он видя невидимое, он как бы видя невидимое, пребыл тверд. Он всегда основывал свою жизнь на Слове Божьем. Моисей себя сам никуда не выдвигал. И все, что делал Моисей, производило успех. Вот почему мы смотрим. Такой успешный лидер. Почему? Все, что он в конце жизни умел, это пасти овец. Всю мудрость египетскую, которую он имел во дворце, он ее потерял, и он заикался. И все, что он имел, это общение с овцами. Если ты будешь 40 лет общаться с овцами, насколько развитым ты станешь, и насколько развитым твое IQ будет. Бе, да бе. Но написано о нем не бе. На нем описаны очень мощные вещи. Могущественные вещи. Так что он мог судить людей, мог их житейские проблемы решать. К нему приходили семьи, и в чем-то спорили, говорили, рассуди нас. Или соседи там не могли поладить. И он их рассуждал. Он судил их и разбирался. Он был авторитетом. Потому что Бог был с ним. Он всегда держался за Слово Божье. Пасха, Рождество и Пасха, эти два события напрямую связаны с одной целью. Это спасти человека. Послушайте, Иисусу что? Больше нечего было делать, как рождаться на этой свалке? Простите за выражение. Он родился на грешную землю. До этого он существовал на небесах, где он имел неограниченные возможности. Он имел жизнь, он имел славу, он имел все. С чего это вдруг ему надо было родиться на земле? На этой грешной земле. Скажем в кавычках, свалка. Там был ты. Этот алмазик, этот бриллиантик. Бриллиант как не испачкай, он останется бриллиантом. Итак, Рождество, Иисус родился. Иисус умер и воскрес, да, на Пасху. А для чего все это? Это только с одной целью, чтобы спасти тебя. Я здесь стою, проповедую уже много лет. Для одной цели, чтобы каждый человек, кто слышит, имел возможность спастись. Потому что нету ничего дороже в нашей жизни, чем приобрести спасение, приобрести Иисуса Христа. Нету ничего дороже. Люди приобретают, но не то. Они ценят, но не то. Они ценят мусор. Они ценят труху, труху. То, что гниет. Ну, накопил ты золото. Может, у тебя целая комната золота. Что дальше? Что ты с этим металлом будешь делать? Как тебе этот металл желтый поможет? Никак. Он тебе поможет повеселиться какое-то время, но когда придет последний день, как он тебе поможет? Абсолютно никак. Потому что этот металл никогда тебе и не принадлежал. Бог сказал, мое серебро и мое золото. Люди, конечно же, присваивают себе, но в итоге они понимают, что голым пришел, голым и уйдешь. Но, когда ты приобретаешь спасение, вот тогда ты уже не голый. Ты в одежде, ты в праведности Иисуса Христа. И ты с этой земли уходишь уже на небеса. И при своей жизни ты уже это знаешь. И для тебя последний день не является страхом, он не является поражением, он не является черным днем. Знаете, я не знаю, почему пожилых людей, но, может быть, и также и молодые, их учат, откладывай на черный день. Откладывай на черный день. Брат, ты на черный день откладываешь? Ты копишь на черный день. А ты, брат, копишь на черный день? Послушайте, ну накопил ты на черный день. Дальше что? Кому все досталось, что ты накопил? Он черный для тебя. Все. Ногами вперед выносят. Чего ты помог? Никак ничем не поможешь. Но все абсолютно меняется. Абсолютно все меняется, когда человек в свою жизнь впускает Бога. Вот она радость. Вот праздник на твоей улице. Вот оно счастье. Потому что ты здесь начинаешь жить прекрасной, счастливой жизнью. Несмотря на то, что ты встречаешь определенные трудности, вызовы, соблазны, искушения и так далее. Ты все-таки живешь в мире с Богом. Почему многие люди мучаются внутри? Как бы у них в принципе нормально все, но внутри мучаются. Потому что их дух кричит, я не спасен. Я погибший. Я мертвый. Я не спасен. И они не понимают, внутри у них есть какая-то тоска, какая-то мука. Почему? Потому что им подсказывает дух не все нормально в моей жизни. Не все нормально в твоей жизни. Сделай что-то. И тогда человек начинает искать, искать поиск, чтобы заглушить этот голос внутри. Но не знает, как найти. Сегодня здесь звучит ответ, как этот голос успокоить, как сделать, чтобы это перестала, эта тоска внутри находиться. Тебе надо пригласить Иисуса. Послушай, недостаточно даже верить в Бога. Его надо пригласить. Его надо позвать. Послушайте, рядом с Иисусом Христом, на кресте, также на крестах, потому что в то время на крестах распинали самых злых преступников, самых отпетых мошенников, убийц и так далее. На крестах распинали. И вот Иисус умирает, а он вообще ничего плохого не сделал. Но он взял грехи всего мира. И парадокс состоит в том, что он ни одного греха не сделал за свою жизнь, а умирает как самый великий грешник. Как будто хуже грешника не существует. И рядом с ним умирают двое бандитов. И один хулит его и говорит, если ты сын Божий, сойди со креста, сойди с ними нас и так далее. И он его издевается еще над ним, а другой говорит, постой, подожди, мы страдаем за дело. И он обратился к Иисусу. Обратился в последние минуты жизни, это были действительно минуты, потому что всего Иисус висел шесть часов. Он успел обратиться к Иисусу. Иисус ему сказал, истинно, истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мной в раю. Знаете, что этот преступник, несмотря на то, что он уже расплачивался, он на кресте висел, он уже несет часть своего наказания, он умирает, но он не способен будет искупить все преступления и грехи, которые он совершил. Не способен, даже если он умрет, все равно он будет продолжать мучиться и всю вечность. И вы представляете, опять определенный парадокс. Он, ему вынесли приговор, преступник, сделал такие-то и такие-то преступления, распять, самая высшая мера наказания. Он умирает как преступник, а умер как праведник. Представьте, преступник умирает на кресте рядом с Иисусом как преступник никакого никакого снисхождения. Все по заслугам, все, что ты сделал, все, что ты посеял, ты пожинаешь. И он умирает как преступник и перед самой смертью он становится праведником, он спасается. А почему? Потому что он Иисуса призвал. И что? Он услышал в ответ, да я подумаю, он сразу же Иисус среагировал сразу, он не смотрел на его меру грехов, он не смотрел насколько это ужасный изверг рядом с ним. Он сразу сказал ему, сегодня же будешь со мною в раю. Не многословил, ничего не говорил, просто сказал, сегодня же будешь со мною в раю. Вы знаете, что любому грешнику Бог очень быстро ответит, когда тот взывает к нему о прощении грехов. Сразу же Господь ответит и скажет, ты прощен, ты имеешь спасение, только к сожалению, многие верующие верят в Бога, но так и не знают, спасены они или нет. И об этом сегодня проповедь. Многие ходят в храм, ходят в церковь, ходят, верят, стараются не грешить, но внутри у них нету свидетельства о том, что они спасены. Я был таким человеком, я родился в христианской семье, и мы с детства с родителями молились, и мы слышали Слово Божье, и с родителями ходили в церковь, я ходил даже в воскресную школу, я слышал о Боге. Мы выступали в церкви на Рождество, на Пасху, мы собирались с молодежью, но внутри, внутри, что во мне творилось внутри? Я не знал, спасен я или нет, если я умру, я пойду на небеса или нет? Послушайте, а если человек верит в Бога, но этого не знает, тогда какой смысл его вере? Его вера тогда не является настоящей, она не является, она не приносит ему результат, потому что вера всегда приносит результат, праведной верою жив будет. И я все детство помню, молился, и молитва очи наш, и до очи наш я молился еще внутри сам, и говорил, Господи, сделай меня таким, каким хочешь, видеть меня, и все, я молился, и молился, Господь, спаси меня, спаси меня, спаси меня, спаси меня. Послушайте, можно всю жизнь промолиться, спаси меня и сохрани, но так и не знать, сделает он это или нет. Почему для нас Бог таким стал далеким? Кто нарисовал его таким далеким? Кто нарисовал для нас Бога таким вопросительным? А мы не знаем, какой он, мы не знаем, как он решит, когда я умру, тогда вдруг меня, я буду лететь, лететь, вдруг меня остановят, скажут, подожди здесь, стой здесь, и там будут весы, и мои дела будут взвешивать, и Бог скажет, взвесьте его плохие дела, а там скажут, не поместятся они на весах, Господи, взвесьте его добрые дела тогда, да, без проблем, сто грамм, и вот так люди, взрослые, умные люди, сегодня мыслят, а там Бог сам решит, а там Бог сам решит, я человек грешный, я не могу такое знать, это только Бог рассудит, послушайте, это говорит о невежестве людей, то что люди просто не читают Библию, просто не имеют общения с Богом, они верят, но их вера, она подразумевает религию, религия это мертвое отношение с Богом, представьте, Бог перед фарисеями воплоти, и они ему говорят, кто ты такой, кто ты такой, давай, до свидания, и пошли, и совещались, как бы его убить, это ли не тупость, это ли не глупость, это ли не абсурд, Бог пришел воплоти, и они ему говорят, ты кто такой, докажи нам, нет, это вы кто такие, почему, вам надо что-то доказывать, может вам надо коленочки склонить, не могут некоторые, гордость не позволяет, Пилат бы мог коленочки свои склонить перед Иисусом, встать и заплакать и сказать, я отказываюсь распинать этого человека, я отказываюсь, даже если это мне будет стоить престолом моего трона, я все равно отказываюсь, Иисус, я принимаю тебя, представляете, какое чудо Бог бы сделал, нет, нет, он оставил свою позицию, оставил, он предал его на смерть, жена даже послала записку, передайте моему мужу, императору, передайте, чтобы он не делал никакого зла этому человеку, потому что во сне я ночью сегодня много пострадал, это все написано в Библии, я много пострадала за него, Пилат только, знаете, это, такие, знаете, удары внутри получал, такие, знаете, как новости, которые тревожат, что же делать, что же делать, но моя позиция, она не может преклониться перед Иисусом, слушай, оставь свою позицию, сними свою корону, мнимую, ты простой грешник, которому нужно покаяние, и ты простой, рожденный свыше человек, тебе нужно слово Божье, тебе не нужно базироваться на своих чувствах, о, сколько ты добра делаешь, о, сколько ты зла делаешь, твое добро никогда в жизни зло не перекроет, женщина, которая сделала аборт, сколько бы она добра не делала, как бы она потом не замаливала, убит уже ребенок, и не один, что она сделает, а мужчина, на чьих руках это кровь, которые говорили это делать, что они это сделают, что, как они заплатят за это, как, чем они возместят, ты можешь потом делать всю жизнь, милостыню давать, можешь храм, этот купол золотить, ты можешь, чего хочешь приносить, но ты же убийца, может, ты словом кого-то убил, может, ты физически кого-то убил, отнял жизнь, и он сейчас в аду, у него больше никогда не будет покаяния, не будет возможности покаяния, как тебя простить, так вот, поэтому Бог и не смотрит ни на твое зло, ни на твое добро, а спас тебя, грешника, и никто из людей не может говорить, я лучше, чем он, потому что ты тоже грешник, знаете, есть алкоголики разные, но они алкоголики, есть культурные алкоголики в костюмах, днем они в офисах, сидят, они хорошие машины садятся, их на заднее сидение, их везет личный водитель в офис какой-то там большой компании, а потом он как свинья все равно нажирается дома, он пьет, он алкоголик, но днем он старается, держится, он мастер, может быть, на работе, он или доктор, или хирург, или кто бы ни был, или учитель даже в школе, есть такие алкоголики бомжи, они могут валяться на улице, описаны, облеваны, так в чем разница, просто то, что один скрыто это делает, где-то, культурно, дома там или где, ко мне друг пастор приезжал с России, и он говорит, мы плавали в Швецию, и мы были в таком шоке, шоке, в России такого не увидишь, вот эти культурные люди, иностранцы, заходят на паром, все, все нормально, но что потом творится, это ужас, когда они пьяные, приезжают, дебоширят, и так далее, человек пытается показать себя, не, я человек культурный, я все, я законопослушный, да нет, ты грешник, ты гнилой внутри, и Библия, причем, говорит, что все люди согрешили, все, и всем нужна милость, это означает, что ты тоже в зале суда, и тебе судья должен стукнуть молотком, и провозгласить, помилован, когда ты это в своей жизни услышал, у тебя сомнения насчет твоего спасения отпадают, потому что ты услышал голос Божий, помилован, почему, потому что Иисус, посмотри, как сейчас мучается, весь окровавленный, весь избитый на кресте, ни за что, ну как ни за что, за твои грехи, поэтому ты помилован, Он взял твою вину на себя, веришь ли ты в это, все, что тебе нужно сделать, представь, ты же не можешь никак вернуть убитого человека, ты не можешь теперь никак возместить ущерб человеку, которому ты нанес, все, что ты можешь принять Иисуса Христа, и тебе предлагается это сегодня, скоким людям я предлагал, и они говорят, знаешь, я подумаю, или ты говоришь человеку о вечной жизни, об Иисусе Христе, что одна же надо будет предстать пред Богом, он смотрит на тебя стеклянными глазами, как будто бы слушает, но его нету, он отсутствует, потом смотрит на часы, говорит, слушай, мне пора, и бежит куда-то, ты думаешь, ты в своем уме, я с тобой разговариваю, я адекватный, ты вроде бы адекватный, но ответ твой вообще неадекватный, потому что дьявол сковал мозг, он может говорить о всем, чем угодно, но когда ты говоришь о нем, о его вечности, о том, что ему надо спасение принять, он говорит, слушай, не сейчас, я сейчас занят, мне надо дела доделать, какие дела тебе надо доделать, чем тебя дьявол нагрузил, снимай быстрее все дела, ты ничего ему не должен, даже если ты был преступником, ты был заложником, ты можешь прямо сейчас призвать имя Иисуса Христа и ты будешь стопроцентным праведником, почему? И потому, что ты что-то хорошее сделал, потому что Иисус для тебя хорошее сделал, не основывай свое спасение, не основывай уверенность в спасении на своих делах, не основывай, наше спасение, уверенность в том, что мы спасены, основывается только на том, что сделал Иисус на кресте, все, все, вопрос окончен, И проповедь почти окончена. Но надо дальше проповедовать. Основная цель Евангелия, Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог отдал Своего Сына за каждого человека, чтобы тот не погиб. И сейчас мы задаем вопрос. А я даже не знаю, хочет ли Бог, чтобы я был спасен. А может быть я просто негодяй такой. Конечно, ты негодяй. Конечно, ты негодяй. Если ты грешник, может ты губил жизни. Но есть одно очень важное, важный момент. Бог тебя любит. Не за то, что ты негодяй. Просто потому, что ты человек и заблудился. Он знает, он знает. Исайя пишет, пророк Исайя пишет, что все мы блуждали, как овцы. Каждый совратился на свою дорогу. У тебя такой грех, а у тебя такой грех. У тебя видный грех, а у тебя спрятанный грех. Ты тоже гнилой. Просто ты прячешь это. Ты маскируешь. Но перед Богом никто не маскируется. Он все видит. И у Бога есть единственное, что мы не можем изменить. Это любовь к нам. И это нам помогает спастись. Это именно любовь к Богу спасает нас. Не мои добрые дела, не мои злые дела. Злые дела не могут оттолкнуть Бога от меня. Последнее, что расскажу. Один человек, он был служителем. И он такой говорит внутри себя. Бог, ну вот как бы все зависит от тебя. Вот я, например, я хожу там, дышу. Как бы все зависит. Но я как бы думаю, что это не так. Я и сам многое могу. Я сам многое могу в жизни. Я как бы не вижу, что каждый день ты мне что-то направляешь. Ведешь меня там или что-то. И он говорит, просто покажи мне, что если действительно я завишу от тебя, то покажи мне это просто. И он приходит на остановку. Реальная история. И он не знает, на каком автобусе ему ехать. Представь, ты всю жизнь ездишь на автобусе на таком номере. Ты знаешь, какой номер тебя должен везти. И сейчас ты приходишь на остановку. Ты хлопаешь глазами и не знаешь. Просто реально у тебя отшибла память. И ты не можешь понять, на какой же мне автобус садиться. И он, у него это заняло время. Он стал молиться. Он понял, что даже такой мелочи Бог ему показал. Смотри. Ты даже не знаешь, на какой тебе автобус садиться. И ты думаешь, все от тебя зависит. Я ничем не контролирую. Я типа, меня нету. И тогда Бог вернул ему память. Как он был благодарен. Он говорит, даже такое. Вот Бог просто памяти отнял и показал ему, что ты без меня. И все, и ты не знаешь, куда ехать. Автобусы приходят, а ты даже не знаешь. Так это мой номер или и мой? Просто представь. Ты однажды придешь на остановку. Будешь стоять и ждать свой автобус. И не знаешь, а какой мой автобус-то? И этот подошел. Так этот элемент другой садится. И другой подошел. Люди, смотри, заходят уверенно, а ты не можешь. Потому что ты не знаешь. Слушай, неужели тебе интересно так жить? В церковь ходить, прославлять Иисуса. Иногда слышать Слово Божие и не знать, что тебя ждет в конце. Неужели это интересно? Мне нет. Я хочу знать все-таки, если я верю в Бога, что я иду на небеса. И, по-моему, сейчас было очень много доказательств и Слова Божьего в нашу пользу, что мы, если верим в Иисуса, спасены. Давайте охвататься за то, что нам предлагает Слово. Давайте будем теми людьми, которые построили свой дом на камне, то есть на Слове. Аминь. Давайте сейчас будем молиться.